Меня зовут Андрей Левченко. Мы сегодня с некоторыми гражданскими активистами заходили к господину Романчуку. Общались просто по поводу данной ситуации, по поводу которой собирались сегодня родственники, то есть солдат. И по рекомендации господина Романчука мы составили открытый лист президента Украины. Я вам хочу его зачитать, то есть впоследствии, если вы посчитаете нужным, поставить под ним подписи. То есть президенту Украины Порошенко ПО, от громады Миколаево и Миколаевской области, открытый лист. Шановный Петр Олексійович, мы, жители Миколаево и Миколаевской области, спираясь на статью 5 Конституции Украины, в дужках единым джерелом влады есть народы. Вимагаем от вас, как гаранта Конституции и Верховного Главнокомандующего, две точки. Первое. Терминового введения военного стану на всю территорию Украины с метою повышения эффективности борьбы с внешним агрессором, сепаратистами и коллаборантами. Другое. Визнание Российской Федерации агрессором и фактом перебивания российских войсков на территории Украины. Третье. Проведение ротации войсков, как и задействований ВТО, с повагой от громадян Миколаева и Миколаевской области. То есть, в общем и целом, когда мы соберем, в общем, все подписи, кто пожелает подписаться, мы обратимся обратно же к господину Романчуку. То есть, он, надеюсь, предоставит свою рекомендацию и от нашего облсовета мы отправим вот это вот письмо в Киев. Потому что, ну, как минимум, то есть, чтобы мы затронем эти темы и покажем, что, по крайней мере, город Николаев считает нужным обсуждать вот эти вопросы и чего-то добиваться. Мы уже одни письма отправляли. Смол нова. Мол нова. В данном положении в стране. Мы уже одни письма отправляли, нам ничего не сказали. Но мы должны что-то делать. А по-каку, кто... То есть, я объясню, почему написали по всей Украине. Потому что, во-первых, то есть, как уже было сказано, да, то есть, во многих ситуациях ребята не доверяют своему командованию. Если будет введено военное положение, то, если я не ошибаюсь, может, конечно, ошибаюсь, но полномочия перейдут к Генштабу. Это будут военные, а не, там, сотрудники, там, МВД или СБУ, или вообще, то есть, непонятно, кто это будет. Во-вторых, у нас в данной ситуации, да, то есть, вот сегодня проходил митинг. Сегодня была такая ситуация, что помимо родственников родителей, да, были ребята, которых, ну, которых называют сепаратистами, да, то есть, которые шифровались просто под родственниками, и милиция, милиция, по сути, ничего сделать не может, так? То есть, почему? Потому что нету в Уголовном кодексе статьи, которая, то есть, согласно которой можно призвать к ответственности. То есть, как минимум, когда Россия будет официально признана агрессором, у нас военное положение, это будет, этим будет заниматься не МВД, а трибунал. И символика Российской Федерации, которая, если просто человек, как бы, высказывает свое мнение, он имеет на это полное право. Но когда человек призывает к развалу страны, это все-таки уже, если-то иначе. По поводу того, почему военное положение на территории всей страны. Ни для кого не секрет, что все мы так тихонечко ждем, что на юге Украины отброется еще один фронт. Это ни для кого не секрет. Все знают, что Одесса, Николаев, Херсон, это достаточно стратегически важные места. То есть, как минимум, когда будет военное положение по всей стране, будут мобилизироваться ребята, будут призываться ребята. То есть, опять же, все требуют ротации. Понятно, все хотят видеть ребят дома. Но для того, чтобы их оттуда убрать, надо на их место кого-то засунуть. И вот в том-то и дело, чтобы призвали ребят, обучили, то есть не просто мясом туда закинули, а хотя бы в течение месяца, чтобы они прошли какую-то школу, и тех ребят отдыхать домой, а этих, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас, у нас. Я хочу, я хочу просто по поводу наших военкоматов интересных. Ситуация какая? То есть, у меня нету пригодности к службе, я годен только в военное время. Военкомат не берет. Военкомат не хочет. Вот в чем ситуация. Добровольцы? То есть, это либо добровольческие батальоны, но, опять же, добровольческие батальоны будут воевать сами по себе. Так же самое, регулярная армия, как была, извините, так и будет, согласитесь. Многие восхищаются добровольцем тем, что... Ну, хорошо, но пацанам с регулярной армии это никак не помогает, согласитесь. Их без команды, они могут не стрельнуть, не повернуться, ничего. И просто стреляют... И будут сидеть там до последнего, пока непонятно, что с ним не произойдет. Так хотя бы им замена не будет. Как приказ ГИБа по телефону. То есть, ну, в общем и целом, вот, имело место, так сказать, написание такого письма. Если кто-то хочет подписаться, то есть... Пожалуйста.